С давних времен такие врачи, как Гиппократа, Вицена, Галена и Парацельс, безрезультатно пытались лечить варикозную болезнь. Более 300 лет назад итальянский врач Мальпеги открыл механизм капиллярного кровообращения. Здравствуйте, с вами семейный доктор и я Елена Вишнева. Что такое варикоз и какие сегодня есть возможности для диагностики заболевания, мы будем говорить с заведующим отделением сосудистой хирургии, кандидатом медицинских наук Александром Биллером. Добрый день. Добрый день. Александр Викторович, насколько проблема варикозного расширения вен актуальна для нашего края? Распространенность считается чуть выше у женщин, там более 30 и более процентов, до 35, а у мужчин немногим меньше, но это не меньше 20 процентов. Поэтому если мы возьмем наш Алтайский край, населением немногим больше 2,3 миллиона, если вот мы посчитаем, то хроническими заболеваниями вен, варикозной болезнью, страдает 800-900 тысяч населения. Из них требует хирургического лечения значительной части. Варикозное расширение вен или варикоз – это заболевание вен нижних конечностей, возникающее из-за нарушения функции венозных клапанов. В нормальном состоянии, когда кровь проходит через вену, венозный клапан закрывается и пропускает кровь только в одном направлении. Если клапан не закрывается полностью, происходит нарушение кровообращения, и кровь застаивается в подкожных венах, вследствие чего те увеличиваются, деформируются и становятся заметными. Варикозное расширение вен бывает не только нижних конечностей. Существует также варикозное расширение вен желудка и пищевода. Вен малого таза – одна из причин геморроя, вены яичка и семенного канатика – варикоцелия. Однако чаще всего все-таки встречается варикозное расширение вен нижних конечностей. Александр Викторович, мы знаем, что многие заболевания передаются по наследству. А какие причины могут привести к развитию варикозной болезни? Наследственность имеет значение, возраст имеет значение, в течение жизни имеет значение труд человека, его, чем он занимается. Тяжелый труд способствует раннему и более быстрому прогрессированию этого заболевания. Гормонная терапия разных групп заболеваний, чаще этому подвергаются женщины, поэтому у них мы видим зависимость. Ну, нельзя сказать, что это плохо, но, тем не менее, беременности, многоградные беременности, роды еще более способствуют прогрессированию варикозных деформаций подкожных вен. Если раз говорить о офисных работниках, то мы тоже встречаем в зависимости от положения, в котором находится человек в рабочий период своего времени. Работа стоя с тяжестями плохо, работа сидя целый день за столом, компьютером и малая подвижность в течение рабочего дня тоже плохо. Говоря о варикозе, мы сразу представляем синие выступающие вены на ногах. А какие еще признаки говорят о болезни вен? Чаще всего это чувство тяжести, боль, отек. Синдром тяжелых ног – это одна из степеней хронической венозной недостаточности. Поэтому, если есть такое, даже без видимых деформаций подкожных вен, надо обратиться к флевологу или сосудистому хирургу. Диагностика варикозной болезни начинается с внешнего осмотра. Чаще всего по расширенным венам доктор наглядно видит проявление болезни. Мы видим расширенные, извитые, патологические конгломераты подкожных вен, выступающие, выпирающие. Кроме больших конгломератов, имеются внутрикожные расширенные вены и сосудистые звездочки. Осмотр, как правило, проходит стоя и лежа при хорошем освещении. Врач должен спросить о симптомах болезни и их длительности. Обязательный вопрос – не было ли у родителей сосудистых проблем или варикоза. Все эти данные очень важны для назначения дальнейшего обследования и лечения. У Надежды Журавлёвой две сестры страдают варикозной болезнью. У самой Надежды уже более 10 лет, как появились проблемы с венами. Стали появляться вот эти синева, вот эта вот вся на ногах некрасивая, боли, особенно под коленкой, усталость в ногах, отекают очень сильно. Золотым стандартом в диагностике варикоза является ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Ультразвуковая диагностика позволяет врачу увидеть вены в срезе, даёт возможность оценить характер кровотока, состоятельность клапанов, проходимость глубоких вен и наличие тромбов. УЗИ – это наиболее безопасный, экономичный и информативный метод диагностики. В данном случае при обследовании больной с варикозной болезнью подтвердили предположение лечащего врача, что есть варикозные изменения вен на правой ноге. Ну, в общем-то, и дальше будет получать, соответственно, этого лечения. Все эти обследования помогают врачу определить тактику лечения. В случае проведения операции – объём хирургического вмешательства. Нашей героине показана операция, но об этом мы расскажем в следующей программе. Александр Викторович, а каковы осложнения варикозной болезни? Первое – это развитие трофических нарушений тканей с формированием дерматитов и трофических язв. Известно, что даже через 5-7 лет у человека с выраженными варикозными деформациями подкожных вен возникают трофические язвы через 7-10 лет. Это уже тяжкое лечение, длительное, требующее больших затрат. Другие осложнения – тромбозы, тромбофлебиты, флебо-тромбозы глубоких вен. Это опасное порой для жизни состояние, требующее экстренной госпитализации, дополнительных методов диагностики, лечения. Поэтому лучше не дожидаться таких осложнений и начинать лечение как можно раньше. Спасибо, Александр Викторович. Через минуту узнаем, какие природные факторы помогут в борьбе с варикозом. А сейчас время медицинских новостей от Ольги Калачевой. В Алтайском крае впервые проведена клапаносохраняющая операция на сердце. Но хирурги опасаются, что она может стать первой и последней. Количество квот, выделяемых региону на кардиооперации, стремительно падает. Дают маленькое количество. Вот дают 300 операций вместо тысячи или полутора тысяч. А все остальное занимайтесь диагностикой и отправкой. То есть мне, в принципе, можно уволить всех кардиохирургов, набрать еще 15 кардиологов, 15 компьютеров. И вот не забыть только раз в неделю сходить про операцию. Около 100 миллионов рублей будет вложено в симуляционный центр Алтайского медуниверситета из федерального и краевого бюджетов. Об этом на открытие центра сообщил ректор вуза Игорь Салдан. В настоящее время оборудовано 12 станций для проведения первичной аккредитации выпускников стоматологического и фармацевтического факультетов. Со следующего года аккредитация станет обязательной для всех ребят. Ремонт педиатрического отделения 10-й горбольницы Барнаула продолжается. Напомним, его начали больше трех недель назад, после серии скандальных публикаций в соцсетях. Условия больницы уже много лет напоминают разве что состояние после бомбежки. Чем больше времени современный человек проводит за компьютером или в автомобиле, тем выше риск развития варикоза. А варикоз, в свою очередь, приводит к боли и тяжести в ногах. Облегчить эти симптомы поможет магнитотерапия. Елена офисный работник. И большую часть рабочего времени она проводит, сидя за компьютером. Со временем она стала замечать, что к концу рабочего дня ноги начинают болеть и отекать. Про варикозную болезнь я слышала. Знаю, что если ее не лечить, то будут серьезные проблемы. Конечно, я стараюсь следить за своими венами. Я пью таблетки, делаю специальную гимнастику. А совсем недавно я стала использовать и магнитотерапию. При варикозной болезни применяют аппарат магнитотерапии «Алмак-02». Он помогает снять боль, воспаление и отеки. А также использование аппарата способствует снижению образования тромбов в сосудах, уменьшению размеров расширенных вен и их укреплению. Приобретайте «Алмак-02» и другие аппараты АО «Елатомского приборного завода» в аптеках «Хелми». А также узнавайте по телефону горячей линии 8 800 200 01 13. В следующих наших программах мы продолжим разговор о варикозной болезни. Речь пойдет о лечении и профилактике варикоза. А на сегодня это все. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин